Каждый год в июле ульяновские танкисты празднуют день основания танкового училища. В этом году встретились те, кто поступили в год 50-летия учебного заведения. Кузница командных кадров выпустила парней, у которых сложилась военная служба. Многих судьба раскидала по регионам Советского Союза, а кого-то забросила и в другие страны. Танкисты служили в Германии, Чехословакии, Польше, Венгрии, Лаосе, Камбодже, Бонголии, Мозамбике и Афганистане. Всего за годы существования училища с 1919 по 1991 выпустилось 25 тысяч человек. Всем выпускникам есть что вспомнить. Я вот поехал как раз вот здесь вот, здесь комендатура была, здесь нас встретили и повезли по льву. Здесь вот Толя Захутская, как раз со второй роты он сейчас находится. Вот он закончил серебряную медалью бакинскую школу, первый взгляд по баскетболу. Вот там вместе поступали. Что характерно, вот тяжело было, трудно, когда поступили. Это стертые ноги, потому что вы понимаете, что такое. Одно дело на горожанке, а второе дело здесь. Вот, тяжело, но ничего, мы это дело все превзмогли. Все присутствующие отметили и сами полувековой юбилей со дня выпуска. Бывалые танкисты в курсе мировой политической повестки. И несмотря на солидный возраст, они готовы защищать отчизну, если понадобится. Мы готовы, хотя независимо в каком возрасте, любой танк снять с хранения, идти в бой и, так сказать, разогнать всю эту банду. В свое время проходил стажировку в городе Яврове. Это западная Украина. Ото Львова 30 километров. Явров, к сожалению, с успехом наши войска бомбанули. Спасибо большое. Ну, до встречи в Варшаве. Доблестных танкистов поздравили юно-армейцы. Молодые люди в красных беретах также возложили цветы к памятнику великого полководца Александра Суворова. Почтили память неистого победителя и выпускники танкового училища. Виктория Черкова, Уллправда ТВ. КОНЕЦ.